здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица в этом видео мы с вами вырастим фасоль кустовую спаржевую ксера в природном земледелии приглашаю вас в мой сад сегодня я посею фасоль ксера уже хорошая погода установилась и фасольку можно сеять уже в грунт если рассадой и и не сделали в этом году я не стала делать рассадой и так я буду сажать на месте где росли баклажаны значит сейчас я убираю старую мульчу просеиваю залу рыхлю на глубину 5-7 сантиметров нагоняю бороздочки сею фасоль и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я сделала почаще, потому что я не знаю, какая всхожесть будет у моих семян Прорядить всегда успею, отстригнуть лишние растения Теперь я жду всходы Всходы появятся, вырастут на высоту 10 см И, конечно же, я все вновь замульчирую скошенной травой Вон какой у меня тут труженик, труженик сельского хозяйства пошел трудиться Замульчированная фасоль начинает очень хорошо набирать силы Фасоль ксера подросла, выглядит вот так пышно, густо И каждый цветочек начинает превращаться в нежную фасольку Которая растет, растет и превращается в привычную фасолинку Какую мы и покупаем с вами в магазине Замороженные, резанные Для того, чтобы ваша фасолька была нежная, не грубая Собирайте ее каждые три дня урожай И тогда у вас все стручочки будут просто нежными Сбор фасоли проходит тоже на постоянной основе теперь Так же, как и огурцы Огурцы снимаю через два дня на третий А фасольку чуть-чуть подольше, может быть, через три на четвертый Вот так вот Собирать нужно молодые вот такие фасолинки Не нужно ждать, когда они загрубеют, когда боб вырастет большой Но только если вы не сохраняете на семена А так лучше их собрать в таком состоянии Когда они еще совсем-совсем такие молоденькие и нежненькие Фасольку можно покушать как самостоятельное блюдо Можно добавлять ее в супы А можно приготовить вот такой прекрасный гарнир В который входит разноцветная морковка, зеленый горошек А как вырастить разноцветную морковку, посмотрите на моем канале А как вырастить горошек, тоже есть такое видео на моем канале Я не подвязываю фасоль, потому что я снимаю очень часто урожай И урожай не клонит куст фасоли, не кренит его Поэтому я его просто-напросто и не подвязываю Сентябрь месяц У нас уже такие температуры бывают, которые фактически граничат с заморозком Но фасоль жива, фасоль плодоносит И довольно-таки очень даже активно еще пока плодоносит Собираем урожай и оставляю много бобов на семена В общем-то ухода за фасолью фактически никакого в природном земледелии и нет На начальном этапе вносим золу Так как теплая грядка, то никакого компоста нам не нужно вносить Если это обыкновенная грядка и на ней росли, например, корнеплоды Которые здорово истощают землю, то можно внести немного и компоста Но в теплой грядке это не нужно, потому что это и есть компост Можно сказать, чистый компост Значит, мульчирование позволяет нам не пропалывать, не поливать и не удобрять нашу фасоль Потому что мульча заменяет все-все-все это А если это видео вам понравилось и было для вас полезно То поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду Про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще Берегите себя, всем любви и счастья Пока-пока